В Саранске байкер катал по городу мотоциклетные люльки, коробку с марихуаной. Как сообщает прислужба регионального МВД, нарушители инспектора ДПС заметили около половины девятого часа вечера в посёлке ТЭЦ-2 на улице Энергетической. Управлял Уралом без госномера 40-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, но имеющий признаки опьянения. Внимание стражей дорог привлекла и коробка, которую мотоциклист перевозил в люльке. Но внятного ответа, откуда, зачем и кому предназначалась коробка с растительным дурманом, так и не поступила. На место инспектора вызвали следственную оперативную группу. Проведённая экспертиза позже показала. Изъятое наркотическое вещество марихуана весом почти 130 граммов. В отношении водителя инспекторами ДПС составлено 4 административных материала, в том числе по части 2 статьи 12.26 КОПРФ за неуполнение требований водительного транспортного средства, не имеющего права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельства на состояние опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную штрафную стоянку. А в Лемберском суде тем временем огласили приговор 30-летнему наркозбытчику из Саранска. В начале года осуждённый приобыл путём извлечения из тайника в Октябрьском районе Саранска Гашиш общей массой не менее 7,37 граммов. С целью конспирации наркотическое средство было спрятано в пачку из-под сигарет. Приехав домой, мужчина расфасовал запрещенку по 18 свёрткам, а затем решил выждать, не наблюдали ли за ним. В Лемберский район он отправился только 5 марта, где оборудовал тайники возле подъезда в жилых домах, на остановках и в других общественных местах. За углом, за уголком, в знаке, за железкой, в пене. Что это означает? Слова. Информацию о местонахождении закладок мужчина направлял своему куратору, прикрепляя фото, с координатами и кратким описанием. Всё это стало доказательством по делу. По приговору суда из максимальных 15 лет наказания наркозбытчику назначили 6 лет неволи.